О борьбе с террором, а также о политическом урегулировании в Сирии сегодня Владимир Путин говорил с Эмиром Кувейта, одного из важных государств Ближнего Востока. Сегодня же президент провел новую вторую на этой неделе встречу, посвященную развитию оборонного комплекса. Там шла речь уже о наращивании американских противоракетных систем и ответе России на это. Репортаж Александра Черепниной. Товарищи офицеры! Серию встреч с представителями Минобороны и предприятий ОПК президент проводит дважды в год, в мае и в ноябре. В повестке сегодняшнего заседания укрепление потенциала стратегических ядерных сил России. Это, по словам президента, вопрос безопасности и защиты национальных интересов. Как известно, Соединенные Штаты и их союзники не прекращают строительство систем глобальной противоракетной обороны. Причем ни наши озабоченности, ни предложения о сотрудничестве, к сожалению, в расчет не принимаются. Мы неоднократно указывали, что подобные действия расцениваем как попытку подорвать существующий паритет в области ракетно-ядерных вооружений, а по сути расшатать всю систему глобальной и региональной стабильности. Нас заверяли, что система противоракетной обороны и европейский сегмент предназначены для защиты иранских баллистических ракет. Однако мы знаем, что ситуация с иранской ядерной проблемой урегулирована, соответствующие соглашения подписаны, более того, утверждены соответствующими парламентами. А работа над системами противоракетной обороны, тем не менее, продолжается. Истинная цель США, по мнению российского президента, стремление к военному превосходству на мировой арене. Развертывание систем ПРО в Европе – это не что иное, как попытка нейтрализовать ядерный потенциал других стран, России в первую очередь. Мы не раз говорили, что Россия примет необходимые ответные меры по укреплению потенциала стратегических ядерных сил. Мы будем работать и над системами противоракетной обороны, но на первом этапе, как мы неоднократно, повторяю, говорили, будем работать и над ударными системами, которые в состоянии преодолевать любые системы противоракетной обороны. За последние три года предприятия оборонно-промышленного комплекса создали и успешно испытали ряд перспективных систем вооружения, которые способны решать боевые задачи в условиях эшелонированной системы противоракетной обороны. Новейшие системы уже начали поступать на вооружение в этом году. Их тактика – технические характеристики. Разработчики должны совершенствовать постоянно. Совещания по развитию оборонно-промышленного комплекса в Сочинской резиденции будут проходить каждый день. Итоги, как ожидается, президент подведет в конце недели. Сегодня же Владимир Путин встретился с эмиром Кувейта, который прибыл в Сочи по приглашению российского лидера. В качестве главы государства вы впервые посещаете нашу страну. Мы очень рады этому событию. Ситуация в регионе непростая, если не сказать сложная. Мы очень рады возможности встретиться с вами, поговорить и о наших двухсторонних отношениях, и о ситуации в регионе, и с вами, и с вашими коллегами. Мы благодарим вас за гостеприимство и теплый прием. Позвольте выразить соболезнования от своего имени, от имени правительства и народа Кувейта в связи с авиакатастрофой российского самолета в Египте. Мы разделяем с вами буй утраты. Спасибо, Ваше Алексею. Шейх Сабах приезжал в Россию не раз в качестве министра иностранных дел. Заняв эту должность еще в 1963-м, именно он был у истока встановления дипломатических отношений между Советским Союзом и Кувейтом. В ходе переговоров обсуждались и двусторонние отношения, и актуальные вопросы международной повестки. Одна из главных тем – сирийский кризис и борьба с терроризмом. По этим вопросам у нашей страны и Кувейта схожие позиции. Об итогах встреч журналистам рассказали главы дип-ведомств обеих стран. Приоритетом номер один для всех нас является непримиримая борьба с так называемым исламским государством и прочими террористическими группами. Они угрожают не только Сирии, Ираку, где создан так называемый халифат, они угрожают и другим странам региона, в том числе Кувейту. Убеждены, что победить это зло можно только сообща, консолидировавшись на прочной основе международного права, без двойных стандартов, руководствуясь прежде всего задачей не допустить, чтобы террористы захватили власть в той или иной стране региона. Сергей Лаврок упомянул сегодня и о встрече всех заинтересованных сторон по урегулированию сирийского кризиса, которая в ближайшие выходные должна состояться в Вене. Он отметил, чтобы она имела успех, нужно для начала расставить точки над «и», определиться, кого считать террористами, а кого оппозиционерами, с которыми можно и нужно вести переговоры. Если вместо конкретной работы над этими двумя вопросами кто-то опять будет выдвигать абстрактные идеи, типа «давайте сменим режим и все само утрясется», то, конечно же, никакого успеха на этой встрече достигнуть не будет. Мы, российская сторона, настроены на конструктивную работу. Свои предложения и по террористическому списку, и по списку объединенной оппозиции мы передали партнерам давно. Они обещали ответить взаимностью тоже давно, но как-то вот припозднились, и пока от них мы ничего не получали. Но, надеемся, в ближайшие дни поступит предложение. Переговоры в общей сложности длились около двух часов. Их большая часть прошла за закрытыми дверями. После состоялась церемония подписания документов. Всего их было шесть. Они касаются сотрудничества в самых разных сферах – и в транспортной, и в нефтегазовой, и в инвестиционной. Стороны, в частности, договорились, что объем кувейских инвестиций в российскую экономику вырастет на 500 миллионов долларов. Куда именно могут пойти эти деньги, будет обсуждаться отдельно, как сегодня отмечалось не раз. Этот визит непременно станет большим импульсом для дальнейшего развития двусторонних отношений.